Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, Отец Назари. В четвертой заповеди мы с вами слышим призыв от Бога шесть дней работать, а седьмой день Господу Богу посвящать. И Церковь в этот день призывает нас посетить Храм Божий, так как для нас седьмой день — это день воскресный. Но при этом мы порой слышим такие слова, что если Бог в сердце, зачем приходить в Храм, если можно помолиться дома. И тема сегодняшней нашей беседы — зачем человеку приходить в Храм, если Бог у него в сердце. И в этом вопросе сегодня нам поможет разобраться наш гость, настоятель Храма в честь Воскресения Христова села Воскресенка, Отец Максим Портнов. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуй, дорогой отче! Отец Максим, помогите понять, почему христианину нужно посещать Храм. И вообще нужно ли? Может быть, все-таки достаточно того, что мы можем сами дома встать перед иконами, помолиться? Или мы можем помолиться в любом месте, не обязательно дома перед иконами, а где-то, может быть, даже просто ты на природе или на улице мысленно обратился к Богу и попросил у Него помощи. Есть ли необходимость все-таки у человека в воскресенье, да и не только в воскресенье, а в другие дни посещать Храм? Ну, давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Действительно, ходить в Храм необходимо, но человек действительно может молиться абсолютно в любом месте. Бог в этом плане везде сущ, и Бога можно встретить и обратиться к Нему и в море, и на горе, и в поле, и на работе, и в маршрутке, и, конечно же, дома. Вообще очень здорово, когда люди молятся дома, освещая свое пространство, где они проводят иногда большую часть времени. Особенно если они молятся вместе с домашними своими. Значит, поэтому это всегда очень здорово, когда человек молится, обращается к Богу. Но посещение Храма в этом плане имеет свои важности и необходимости. Ну, если позволишь, я немножечко зачитаю слова апостола Павла. Он очень интересно говорит. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасается». То есть мы здесь как раз и видим, что можно обращаться к Богу и получить спасение. «Но призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего». И вот тут апостол Павел поднимает очень интересную такую планку о том, что мы иногда не знаем Бога, мы иногда не слышали о Нем. Отец Назарий, ты когда-нибудь слышал такой термин, как «карманный Бог»? Да, слышал. Ну, вот для зрителей я расскажу. Да, Бог, который удобен тебе, который будет выполнять твои прошения, но при этом особо не напрягая тебя в ответ какими-то требованиями или просьбами. Да, да, наподобие. Но вот для зрителей я еще уточню пару моментов. «Карманный Бог» — это Бог, которого ты себе действительно придумал. Где-то, когда-то что-то слышал, где-то, может, что-то прочитал, ты в Него поверил, но потом ты в Нем разочаровался, потому что Он не идеален. И вот с этой претензией ты потом приходишь к нам, к священникам, с таким вот Богом, и начинаешь рассказывать, какой у нас ужасный плохой Бог. И когда просишь такого человека, вы озвучите, что вы имеете в виду, то потом в итоге говоришь, «Слушай, я тоже в этого Бога не верю». А вот, поэтому это проблема. Проблема, когда мы, не посещая храм, считаем, что мы можем какие-то вещи знать, разбираться в них и так далее. Поэтому вот первый акцент, на который я бы, наверное, сделал внимание, что ходить в храм нужно для того, чтобы человек, в принципе, узнал, кто такой Бог. То есть у храма есть образовательная составляющая. И без этой части иногда невозможно двигаться дальше. Ну вот возьмем, например, такой вариант. Многие, думаю, смотрят наши зрители передачи, куда люди приходят и поют. Ну там, голос или подобное. Иногда там непрофессиональные певцы, значит, но они очень неплохо даже поют. Но все равно, даже если ты дома хорошо поешь, чтобы понять, где ты правильно поешь, где ты неправильно поешь, тебе нужен кто-то, владеющий этими знаниями, который бы тебя направил, направил, скорректировал, где-то там что-то подкрутил и так далее. Вот, наверное, посещение храма – это в том числе и об этом. То есть нужно иногда скорректировать твои правильные направления и взгляды, чтобы ты дальше шел в этом направлении. А второй момент, который очень часто бывает, это когда люди говорят «мне некогда». И вот ты начал как раз с этой заповеди, четвертая заповедь «шесть дней работы, один день посвятим Господу Богу». И в этом плане Бог прекрасно понимает все наши проблемы. Он понимает, что у нас есть огороды, у нас есть работа, где-то карьера, где-то семья и так далее, и так далее. Поэтому он на самом деле в этой заповеди как раз все и говорит. Пожалуйста, шесть дней работай. Все, что тебе необходимо, ты можешь делать. Копать, стирать, ломать, поливать, строить, учить и так далее. Но один день ты должен посвятить мне. И в этом есть такая интересная логика. Шесть дней человек, ну как бы все время куда-то вот он опустил голову и смотрит. И он иногда не видит мир. Проходят недели, проходят месяцы, а человек, как вот в фильме, значит, «День сурка». То есть одно и то же. Ты проснулся, ты позавтракал, ты пошел на работу, на учебу, ты вернулся, включил телевизор, значит, ты уснул. Ну там, условно говоря, утрированно, если. То вот один день человек должен выйти из этого состояния, убрать в сторону телефон, оторваться от этих мессенджеров, оторваться от этой иногда тяжелой информации и, наконец-то, взглянуть на небо. Наконец-то посмотреть куда-то в горне и просто уравновесить все то, что происходит у тебя в сердце. Отец Максим, но вот этот аргумент как раз-таки некоторые люди используют. Они говорят, что, батюшка, мы шесть дней работаем, и у нас единственный выходной, и мы хотим этот выходной, значит, провести с семьей, съездить куда-то, посмотреть что-то. То есть люди предпочитают единственный свой выходной, вместо того, чтобы посвящать Богу, предпочитают как раз-таки его посвятить каким-то развлечениям или отдыху. Как вот в такой ситуации человеку быть, когда он шесть дней работает, один единственный выходной, и здесь ему надо рано утром вставать, идти в храм. Еще, если человек семейный, еще и детей нужно собирать, думать, либо их с собой в храм брать, там за ними, значит, надо будет следить. Если их дома оставить, а как ты их дома оставишь, если дети маленькие, как вот в такой ситуации быть, когда человек вот настолько загружен, что у него единственный выходной, и у него встает выбор, идти в храм или провести время с семьей или за развлечениями каким-нибудь. Как ему в данном случае поступать тогда? Да, это весьма сложно бывает, и в этом плане мы православные, совершенно ненормальные люди, потому что в единственный выходной мы встаем в семь утра кто-то и раньше, и идем, иногда и с детьми, значит, и на маршрутке, вот, и едешь в храм, и это, мягко говоря, вызывает у некоторых вопросы и недоумение, как это так. А, значит, но в этом плане у человека, который к этому пришел осознанно, нет конфликта. То есть ты уже с этим смелился, ты к этому подходишь спокойно, для тебя это норма. И тут важно понять, что приход в храм — это не какая-то планерка, это не съезд, не знаю, там какой-нибудь политической партии или кружка по интересам. Все-таки храм — это место особого присутствия Бога. То есть да, мы говорим о том, что Бог везде сущ, и он реально присутствует в каждый момент времени, абсолютно в любой точке пространства и времени. Но есть все-таки места особого его присутствия. И вот таким особым местом является как раз-таки храм. И в этом плане, в Евангелии об этом нам сообщает, о том, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них. Поэтому реальное присутствие Бога в храме, во время службы — это факт. И второй момент. Для православного христианина церковь становится семьей. Это такое место, куда ты приходишь из любви и к Богу, и к священнику, с которым ты уже в хороших отношениях, и с теми другими прихожанами этого храма. И для тебя это становится семья. Ведь даже заметьте, что у нас очень много слов именно такого семейного плана используется в храмах. А священник как к нему обращается? Батюшка. Да? К Богу мы обращаемся как к отцу. Церковь — это мать. А священник, когда выходит, он всех называет братья и сестры. Поэтому церковь в этом плане, она становится именно такой семьей, в которой ты идешь с радостью. Это не напряг. Это тебя никто не заставляет. Это твоя внутренняя мотивация. И ты уже без этого не можешь. Причем я знаю огромное количество среди своих прихожан весьма занятых людей, у которых и обязанностей много, и дел много, и детей много. Но они сами говорят, что когда они не идут с утра в храм на службу, а начинают заниматься своими какими-то делами, у них даже меньше сил. И получается, что да, ты себя с утра понуждаешь встать, заместо того, чтобы поспать до десяти часов. Ты собираешь своих детей или даже сам едешь. Но ты вот эти несколько буквально часов, ты находишься в общении с Богом, в молитве, ты выполняешь какие-то послушания в храме. Тебе, в принципе, интересно в этом пространстве находиться. И после этого ты едешь домой, ты опять занимаешься своими домашними делами, но только у тебя была вот эта вот свободная минута отдыха от всей вот этой суеты. Вот очень много у нас в жизни именно таких суетных вещей, которые человека заставляют все время вот находиться в таком унынии и печали, в каких-то заботах, трудностях, сложностях. Храм — это действительно место, где ты можешь отдохнуть. Сам Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я супакую вас. Да. Отец Максим, вот вы сказали, что богослужение церковное, оно еще выполняет функцию такую образовательную для христианина, да, учит его вере, наставляет. А как бы человеку, который приходит в храм и ничего там не понимает? То есть вот человек пришел, ему непонятен язык, на котором служат в храме, ему непонятно вообще, что происходит. То есть выходят какие-то люди в странных одеждах, идут куда-то постоянно. Как тогда получать вот это образование, если ты пришел, тебе ничего не понятно, на русском во время богослужения практически никто не разговаривает. Как вот быть простому человеку в данной ситуации? Как тогда вот получать эти знания духовные в храме? Я приведу такой пример. Мы с отцом Назарием каждую август и сентябрь ходим в одни двери, когда собираем документы на запуск котельни в наших храмах. Вот когда я первый раз переступил порог этой организации, а их там несколько на самом деле, то вроде с тобой говорит человек на русском языке. Вроде он произносит вполне русские фразы. Но ты выходишь за порог этого помещения, и ты понимаешь, что ты ничего не понял. Потому что настолько специфичны выражения, слова, темы, которые поднимаются там, и когда ты впервые с этим вообще сталкиваешься, что тебе нужны какие-то приборы, какие-то данные, какие-то документы, где их взять, ты никогда не был в этих конторах, то ты находишься в такой прострации. И пока я не начал это вот все записывать за ними, и потом еще пару раз перечитать, только после этого я немножечко стал разбираться, а уже там каждый год мы посещаем эти учреждения. И каждый год ты все лучше, лучше, лучше начинаешь их понимать. И уже, в принципе, сейчас с закрытыми глазами, я думаю, ты тоже сможешь назвать, что нужно, какие документы. Вот, если позволите, вот такой вот пример, да, то же самое происходит и с храмом. Когда ты попадаешь в совершенно новое пространство, совершенно своими особенностями, своим языком, своими традициями, конечно, это, ну для начала это удивительно. То есть ты открываешь для себя что-то новое. Но потом тебе становится элементарно интересно, а что это, а почему вот так, а что конкретно сейчас они говорят. И поэтому в начале действительно человек ничего не услышит, он ничего не поймет. Слишком много будет, ну скажем так, данных, которые будут новыми, и глаза будут разбегаться, и ты ничего не поймешь. Постепенно человек начинает, ага, это я уже видел, это я уже прочитал, ага, вот тут что-то я уже помню, в прошлый раз то же самое было. И человек начинает прислушиваться, присматриваться, начинает улавливать, ага, там вон Господи помилуй поют. А тут вот я знаю молитву Отче Наш, ага, они сейчас ее произносят. Это вот первый момент, который происходит в храме. Потом второй момент, когда говорят, что проблема языка, что церковно-славянский язык, он очень непонятен, он очень сложен, и батюшка, мы ходим уже там не первый год, но все равно мы ничего не понимаем. Я бы немножечко сказал, что проблема языка натянута. На самом деле она не такая проблемная. И огромное количество слов, которые используются в богослужении, они вполне нам известны. Просто мы никогда не сталкивались с ними именно в религиозном плане. Вот мы с тобой уже употребляли это слово образование. Я иногда у людей спрашиваю, какой корень в этом слове? Ну, человек достаточно быстро понимает, что это образ. Но какой образ-то имеется в виду? Образ учителя? Нет. А тогда что? Открываем Священное Писание, и на второй главе мы читаем, «И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию». И получается, что образ, который должен получить ученик в школе, это образ Божий. И когда мы читаем где-то в художественной литературе, что в доме были образа, ага, оказывается, это имеется в виду иконы, и отсюда запускается целый клубок богословских рассуждений о том, что человек — это образ Божий, о том, что человек — это икона, и так далее. И там дальше целый спектр можно на эту тему развивать. Поэтому это тоже очень интересный момент, что человек сталкивается с новыми словами, которые на самом деле носят сугубо религиозный корень. Но просто человек их никогда не слышал в этом контексте. Поэтому ему стоит прям буквально чуть-чуть почитать какой-то словарик. Или вот я посоветую, очень интересная есть книга, называется «Славяно-русский корни слов». Написал его академик Шишков. Он еще при «Царе-батюшке» был, и Пушкин про него писал. А вот, очень интересно. Настолько глубоко ты начинаешь рассматривать вроде привычные тебе слова и совершенно по-другому их видеть. Так вот, церковно-славянский язык, он невероятно богат, он невероятно интересен. Если в нем чуть-чуть разобраться. То есть проблема вот языка, да? Потом еще говорят, что, в принципе, ход богослужения непонятен. Иногда не слышно, что в храме читают или поют. В этом плане у наших прихожан и вообще у наших зрителей больше свободы, нежели у нас, у сущенников. Потому что те дали такой храм с такой акустикой, и вот делай с этим что хочешь. Кто-то делает в храме звук, и люди начинают все слышать. У кого-то нет такой возможности. Есть храмы, где священники имеют очень хорошую дикцию. Можно туда пойти. То есть можно выбрать храм, где будут объяснять какие-то вещи, рассказывать. Значит, очень много сейчас хорошей литературы, которые позволяют человеку прочитать, ознакомиться с ходом богослужения, с какими-то переводами богослужения на русский язык. И после этого становится очень понятно, что идет, почему история этого песнопения или текста и так далее. То есть на самом деле возможностей узнать ход службы и понятия ее достаточно много. Хорошо. Отец Максим, а как быть человеку вот на вот этом этапе изучения церковной службы, изучения языка, потому что все-таки ты дома открыл молитвослов, там на русском, допустим, тебе все понятно, или просто ты дома встал своими словами, как захотел, помолился, и тебе спокойнее стало. А в храм ты пришел, да, ты понял, что тебе нужно изучать, тебе нужно вникать, постигать все это дело. Но как вот быть вот как раз таки на этом этапе постижения, пока тебе еще ничего не понятно, но и в то же время ты тоже не хочешь в храме стоять и там лампочки на паникадиле считать. То есть как вот человеку молиться в этот период в храме, то есть ему как-то своими словами мысленно про себя молиться, или может быть, что-то разглядывать во время службы. То есть как вот ему себя вести в храме на молитве, пока вот он еще не разбирается ни в чем. То есть ему просто прийти, поставить свечку и отстоять, или все-таки нельзя просто так взять и отстоять? Нет, конечно, все-таки человек должен приходить осознанно, и в этом плане нужно вспомнить, что молитва – это возвышение ума и сердца. Поэтому если мы говорим про ум, то все-таки это понимание того, о чем идет служба, о чем сейчас поет хор и так далее. А сердце – это уже твои чувства, то есть ты включаешь. И в этом плане тут может быть подготовка домашняя, когда человек заранее смотрит, а сегодня есть целый ряд ресурсов в интернете в частности, которые позволяют посмотреть, какой Евангелие, например, будут читать. И его прочитать дома, чтобы потом уже второй раз услышать от священника. И чаще всего мы, священники, проповеди говорим на тему прочитанного Евангелия. То есть вот она как раз образовательная часть. То есть даже если текст сложен и непонятен, что имелось в виду, то в большинстве случаев священники говорят проповедь на тему Евангелия. Это первый момент. Второй момент. Человек может взять, как уже говорилось выше, некую брошюру, ее с собой взять в храм и по ней следить за ходом богослужения. Вполне возможно. И интернет-варианты такие тоже есть. Третий момент. Очень важно в храме найти человека, который бы стал тебе помощником. Вообще здорово, если в храме есть тот, кто может направить, объяснить, рассказать, подсказать какие-то моменты, направить к нужной иконе, подсказать, что вот сейчас вот так. Когда человек обычно впервые переступает порог храма, то человек по своей психологии старается где-то там в конце храма стоять. Во-первых, он видит весь храм и других молящихся перед собой, что позволяет ему следить, как они молятся, крестятся и, соответственно, вместе с ними повторять. Но иногда это место, где как раз плохо слышно. Но зато обычно в этом месте находится какая-то литература, которую можно взять, прочесть и узнать. То есть на самом деле здорово, если при храме есть человек, который бы стал таким, ну, наверное, в какой-то степени тренером, который бы позволил тебе правильно научиться тем или иным вещам, подсказать. Кстати, и вот последний момент, можно было бы здесь указать, что есть еще и интернет, соцсети. И у нас огромное количество священников, которые сейчас находятся в интернет-пространстве. И без всякого зазрения совести вы можете задать абсолютно любой вопрос. У нас нету каких-то табуированных тем. В общем, мы можем сказать, что нашим телезрителям нужно готовиться перед тем, как прийти в храм на службу, изучать литературу и все-таки быть внимательными в храме. Спасибо большое, отец Максим, за интереснейшую беседу. А с вами, дорогие друзья, мы с вами увидимся в следующий понедельник в 19.30. Храни вас Бог.